Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Edge of Founders 4 с последним DLC Primal Fury и играем мы за волчков. В прошлой серии захватили шелковый лабиринт, прям полным ходом идем к основанию нашего третьего города. Ну, кроме того, есть вот у нас еще 10 заданий, насколько я понимаю, сейчас наша Дейрин именно это задание выполнять и пойдет. Кроме того, под землей у нас есть еще армия, ну, практически нежити, ну, хотя здесь перемешку пока с войсками живыми. И я думаю, что будем влетать в этих мы ребят, здесь есть несколько скелетончиков, но с ними мы должны справиться. Ну и дракон, дракон, конечно, это проблема, но я думаю, что призванные мамонтенки легко с ними справятся. Как с ними? С ним. Да, здесь, наверное, пока оставайся на месте. Завершаем ход. Плюшкин в прошлой серии объявил меня врагом. Саурона. Ну, с Сауроном, кстати, неплохие отношения относительно у нас. Конечно, антипатия. Ну да бог с ним. Так, объявлю новый сбор. Ох, ничего себе. Каменный гигант. Нормально. Каменный великан, то есть. Правда, четыре очка сбора надо. Ну да ладно, я думаю, что накопим мы когда-нибудь. Ледяные клинки. Заряженная. Ну, девятнадцать маны. Ну, в принципе, мы можем себе это позволить. Это такой хороший буст для наших войск. Так. Палаты клана достроились и сразу можно новую область присоединять. Я, наверное, пойду к лесу отражения все-таки. Да, конечно, это отсечет владение нового города. Хотя ему здесь тоже будет куда развиваться. Просто этот город, он из-под земли сможет вот этот храм книги достать. Так, каждый портал. Или, может быть, две руинки отдать этому городу. Да даже не две, а три. Да нет, это слишком жирно будет. Конечно, по земле можно еще один город здесь бахнуть. Но этот город просто какой-то сумасшедший будет. Здесь и храм книги у него. За каждую станцию исследовательскую. Здесь за каждый портал. Ты что даешь? За каждую каменоломню? Ну нет, это как-то прям совсем что-то. Что-то. Очень странная, кстати, генерация вот этих руинок. То есть у меня около столицы вообще ничего нет. Вот абсолютно ничего нет. При этом около здесь, вот около нашего третьего потенциального города, аж три руинки. Ну обалдеть теперь. Ладно, давайте, наверное, сюда все-таки пойдем. Так, а мне что здесь полезнее? Каменоломня или... Или ферма? Да даже не знаю. Давайте ферму, что ли, поставим пока что. Возможно, потом во что-нибудь перестроимся. Так, волчьи логовы. Во сколько? А 235 денег. В принципе, можем что-нибудь поставить интересного. Поддерживать часть населения на высоком уровне по мере роста вашего города. Интересные надписи. Позволить использовать ману. Ну ладно. Так, обелиск маны. Без скидки, конечно, он у нас будет. Ну что поделать? Ману хочется. Хотя и таверну, наверное, уже пришла пора строить. Да, давайте я таверну поставлю. Уже не так много радости у нас в городе. А здесь... Здесь тоже надо таверну ставить. Плюс стабильно. Здесь вообще уже минус 5. Здесь... Ну я думаю, что к основному отряду надо войска стягивать. Возможно, даже под землю пойдем. Третий герой на следующий ход у нас появится. Нормально. Точнее, не сам появится, а возможность его купить появится. Ну и здесь пока войска стягиваем. Я думаю, что на следующий ход уже влетим. Так, Дейрен. Дейрен, Дейрен. Дейрен, идем к этому заданию. Не успевает. Я, наверное, даже вот так вот пройду. Немножко дольше. Но зато на нашей территории подольше побудем. Подхилимся. Ты жди пока, дружище. Здесь... Разведчик, разведчик. Огромное птичье гнездо. Блин, как бы не убило меня сейчас. Негодяй. Ладно, здесь пока ждем. Да, напомню, кажется, в прошлой серии мы эссенцию власти получили. У нас нормально так авторитет капает. Для данного этапа игры, я бы даже сказал, много. Слушайте, а мы можем прямо сейчас уже город поставить. А что ли я город ставить? Ох ты ж, подождите. А это... Это кто? А это Саурон нас обгоняет. А я могу, кстати, и город поставить и улучшить отношения. Давайте я, наверное, так и сделаю. Я улучшаю отношения. Да, Саурон мы почти догнали. И я ставлю город мудрых волколаков. Да, и мы сразу можем область, кстати, присоединить. Это неплохо. А я, наверное, тогда пойду сразу в сторону шелкового лабиринта. Получается, это второй радиус. И следующим жителям мы его просто присоединяем. Ну да, отлично. А нет, черт, это не второй, это третий радиус. Здесь же нет прям... Ай-яй-яй-яй-яй, здесь нет прямого контакта. Ладно. Утрачено сок. Чего? А это, видимо, из-за того, что я аванпост превратил в город. Вот, выскочила ошибка такая. Да, я думаю, что склад первым делом еще нужна. Громодол. Лежбище и волчье логово. Нормально. Истинно волчье название. Ну, слушайте, с уроном придется за этот город пободаться. У меня, конечно, радужный клейер, все дела, правда, я игнорирую претензии на провинции. Богослонный заход плюс три. Ну ладно, в принципе, отношения неплохие, растут. Вполне возможно, что получится обогнать товарища Саурона. Так, сувениры из прошлой жизни. Пересчитывая армейский припас, один из мудрых волколаков нашел коробку с предметами, которые вы давно считали утраченными. В сундуке сложные вещи, пережившие немало странств и приключений. Каждый предмет несет печать воспоминаний о вашей быложизнии. Память о детстве, первое заклинание, первые шаги на пути к власти. Перебирая сувенир, вы видите предмет, который наиболее остро напоминает вам о том, кто вы есть. Что же это такое? Оружие. Можно кровавый клинок взять. Двуручник. Ну я на котики гоняю. Кольцо бегства. Кольцо бегства, напоминающее о самом близком человеке. Ну такое себе. Хотя очень классное кольцо, когда здоровье этого воина опускается до нуля, он смещается на три клетки, восстанавливает здоровье. Для рукопашника это очень интересно. Пожиратель жизни. Ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох-ох. Одноручник с вампиризмом. Это хорошо. Воспоминания о прошлом. Это оковы, которые мешают нам развиваться. Продать всё. 223 золота я за это получу. Меч на самом деле интересный. Плохо, что сравнить нельзя с тем, что уже есть. Меч действительно интересный. Да и этот меч интересный, кровавый клинок. Фетические удары наносят на 50% больше урона, а их вероятность возрастает на 50%. Слушайте, это ведь тоже классно. Просто разбегаешься, всекаешь скрит ударов. Она у меня и так быстрая, ей котик не особо и нужен. Давайте я так и с двуручником ее сделаю, и будем немножко идти по пути. Помните, мы играли за хаотичных варваров? У нас там просто... А ты кто? Козлиный корсар за бесплатно. А, это которого, по-моему, мы из подземелья спасли. Слушайте, любимец публики. А он и классный, кстати. 30 стабильности, 6 хаоса. Пятого уровня, вообще нормально, тем более за бесплатно. Да, я его возьму. Ну, отлично. У него морозный пожиратель хаоса. Горение накладывает, классная каска. Пламя защитные латы. Корбонидзея. Грозоупорная эгида. Он еще и экипирован неплохо. Мысленная связь у него. Корсар. Ну, будет работать, если только поглотить растительность есть. Ладно, нормально, товарищ. Берем. Он сразу сюда высадился у нас. Так, что у тебя прокачано, дружище? Безрассудный гнев прокачан. Будет влетать просто как бешеный. Бег, восстановление, жизненные силы, защита, сопротивляемость. Ну, нормально. Правда, я хотел мага, получается, брать. Ну, маг в следующий раз, значит. Мастер конструкции он еще. Ну, обалдеть. Так, сразу тогда его в громадол назначаем. Он кучу всего выдает. Просто кучу. 15 производства, 24 найма, 2 золота и 30 радости. Супер. Так, тогда. Дейрен. Ну, не 40 скорости, так 48. Все равно здесь она особо не бегает из-за своего войска. Желанием, может быть, я вам скорость взять. Тогда вместо Мстителя бери кровавый клинок. Атака. Защит, конечно, понизилась, но зато, ух, будет влетать. Рита. Хотя, не знаю. Не знаю, посмотрим. Возможно, ошибка. У нее еще сапогов и брони нет. Так, тебя что? Так, Мститель пока на перезарядке. Паука, наверное, я сейчас выдам вот в этот отряд. Вместо жезла волшебных снарядов, а не вместо, вместе с жезлом. Здесь у нас больше ничего пока нет. Хотя можно котика ему выдать. Так, заклинание, снежная буря. Ну и есть только... Да нет, не буду я на нее ману тратить. У нас ледяные стрелы через один ход исследуются. Так, что по войскам? Здесь, кстати, у нас некромант получается, да, достроился? Да, вот такой вот песик-некромант. Усиление нежити, поднятие нежити. Ну, это, кстати, под землю, наверное, надо спускать в те отряды. Да, давайте, поэтому я его сразу отсоединяю. Пускай он сюда бежит. Тут можно новую область присоединить. Какую? Так, на 16. Покорный вассал через 2. Да нет, сам дойдет. Какую область? Можешь, конечно, здесь вот присоединить. Чтобы территория сомкнулась, так сказать. Конечно, и Мария присоединяйтесь. Мы же Мчужный риг даже есть. И вот эту территорию присоединить. Здесь, правда, только лес. Зато немножко гейзер оттолкнем от себя. С другой стороны, это лес бестолковый. Он не тундра, ничего. Бонуса за климат не получим. Миноломниву для кузницы, например, нужно отдавать. Ее, значит, и поставим. Давайте вот так вот замкнусь. Да, и кузница пошла теперь у нас с ускорением. Мораль сейчас наладится. Так, ты, дружище, давай дуй куда-нибудь сюда. Я думаю, сейчас здесь перегруппируемся. И ему тоже отрядисто сделаем. Очки производства. Если я сейчас сюда влетаю, Ну, мы склад построим сразу. И еще что-нибудь сможем. Здесь живой туман, колдунья и снежный дух. Выживой туман опасный, конечно. Очень опасный. А Дейрин? Блин, нет, Дейрин какой-нибудь, я не знаю, в эмпиризм надо. Нас же просто по лицу получит, если так будет влетать с этим клинком. Урон это, конечно, нормально она наносит. Можно, конечно, этот клинок и вот этому нашему новому товарищу отдать. Какая носится. Ну ладно, испытаем. Хотя здесь одни маги, но в магах тоже с одной стороны неплохо влетать с клинка. Так, и не забываем, что... А, нет, все нормально, у нас алименталь есть. То есть его и призываем. Дух буря. Так, ты отдыхай пока. Ну и здесь забафываемся, чтобы на следующий ход сразу мамонта позвать. Остальные ждем. Лягкий урон. Нифига себе, заморозил негодяй. Так, Дейрин на 38 может влететь. Мамонт. Мамонт здесь пока никуда не призывается. Этими ребятами отойдем. Мамонта поставим. Да, и мамонт влетает как дикий сразу. Дух буря. Давай тоже влетай. Ну и Дейрин убивает. Хотя, наверное, побуждение к действию лучше сделать. Так, ребята у нас подморозились немножко. Так, паучара сюда. Дейрин сейчас подумаем, что сделать. Конечно, и так вот сделать. Но хотя Дейрин убивает. Вот ходы прибавить. Пока никого не убиваем. Если вот так. Теперь убиваем. Теперь убиваем. И здесь зомби появятся. Давайте побуждение к действию еще раз. Мэйни ходы в этом. Он вот так вот еще немножко сделает. И я вот так вот бахну. Я молодец. Они же не убитых призывают. Они уже... Точнее, нет. Они призывают не тех, кого убили, а уже убитых. Черт. Ладно. Ладно. Немножко не то сделал. Ну ладно. Ничего себе лучники. Красавцы какие. Увернулись. Так, дух убивает. Мэйни бьет. Паук. Чуть Мэйни задевает. Не страшно. Ой, мы его даже заморозили. А нет, не заморозили. Не заморозили. Да, заморожен. Но анимации движения у него сохранились. Хотя он так вроде бы шевелится, но на самом деле нет. Я зашевелился. Да. Криты бешеные у нее. Парочку магов-скелетов. Да, воскрешаем. Маны, конечно, мы на них тратим. Просто какое-то нереальное количество. Да, склад почти достроился. Скелетоны. Ну, кстати говоря, можно... Дейрин добегает. Не Дейрин, точнее, вот этот товарищ добегает. Можно отсюда защитника вывести. Он нас прям сильно тормозит. Можно, конечно, и паука вывести. Посмотрите, насколько у нас скорость просто возрастает. Можно, конечно, туда и духа магма добавить. Так, здесь военное производство 54, здесь 60, 30. Я про то, что может быть Дейрин... Кого-нибудь добавить? Конечно, да, здесь 3-4 тир. Страшно их прям так отпускать. Без них ходить. Ну, даже не знаю. Так, ладно. Давай пока сюда. Некромант. Ты входил здесь. А здесь аж тоже драка будет. За опыт причем. Значит, надо как-то перегруппироваться, чтобы правильно... Это же опыт. Да, это опыт. Как-нибудь правильно перегруппироваться, чтобы опыт получить. Здесь забавные скелетоны. Хотя здесь... Я даже не знаю, кого-то из нежити пытаться выбрать, чтобы им уровень повысить. Ну, такое, по-моему. Не особо благодарны это дело. Вороны, кстати, забавно летают. Я только сейчас заметил, что спутник ворон так отражается. Вот так вот. У меня, конечно, сама внимательность. Можно сюда прикрепить его, чтобы легендами стали наши. Да, давайте я как-нибудь перегруппируюсь. Вот так. И отсюда, допустим, возьмем вот тебя и тебя. Ты какого уровня? Так, ты уже элитный, да? Чемпионом станешь. Ну, отлично. Подождите. Оп-оп. Вот так, вот так. Да, он, конечно, бонус нежити дает. Здесь только одна нежить получается. Но это исключительно для боя, для получения опыта. Он командир нежити. Он 10% дает, по-моему, атаки. И одну магическую защиту. Вот, предводитель нежити. Ну ладно, давайте пробовать. Не слишком рискованная битва, но... Вся опасность, это дракон здесь. Но против дракона у нас есть, во-первых, паучок, во-вторых, призыв мэни. Только двух мэни мы можем за бой призвать, кажется. Так, ты далеко дышишь? Смотри, перед собой получается. Сюда и... Ну, сможет он до этих защитников достать. А, еще и сплазнить у нас. Ну, на этих ребят не действует соблазнение. Ждем, наверное, пока. Пока просто ждем. Что-то вообще странное решил делать. Некротизация. Разлагается. Ну, не знаю, нет, еще уход подожду. Ну, как сначала пошел, а потом... О, нормально. Там хитрец какой. Тихо. Ладно. Так, теперь точно паук пошел. Отлично, матриарх пауков-охотников. Куда я могу прыгнуть? Могу. Красно. Значит, прыгаем сюда и паучинку вот так вот кидаем. Да, мелких обездвижили. У паука не особо обездвижили. Ой, паука, господи, дракона. Значит, придется его бить. Конечно, Мэнни еще позвать, чтобы он с разбега в него вшарашил. Вот так вот. Теперь настреливать по нему. Горгулье. Можно, конечно, влететь в этих ребят. На 39 бьет. Может, он и сюда влететь? Давайте здесь как-нибудь так вот интересно выстроимся. Постреляем. Надеюсь, защитник поставим. Давайте здесь еще стрельнем. Разведчиками как-нибудь вот сюда ломанемся. Так. Ну, повторюсь, можешь, конечно, совсем как-то без урона пробовать. Кстати, поагрессивнее, что ли, сыграем. Так вот сделаем. Таивычников сразу добьем. Чтоб не мешались. Потому что здесь я даже вот так вот стану защитным. Совсем тяжело им будет нас пробивать. Так, куда дракон решил? Ай-яй-яй. Да ладно. Просто взяла и ваншотнул нам лучников. Ай-яй. Просто ваншот лучников. Как вам такое? Ну, с другой стороны, дракон. Чего я еще ожидал? У меня никакого нет. У меня что-то есть. Вот темный ритуал есть. Темный ритуал, это, наверное, немножко не то. Да, у меня пока никакого воскрешения-то и нет. Не добьем. Но маги вроде как должны добивать. Да, маги дракон добивают. Здесь товарищей тоже добиваем. Здесь добиваем. Ну, по-хорошему, эти ребята сейчас все нам достанутся. Поэтому немножко компенсируем на потерю. Неприятно, конечно. Ну, ладно. Еще бы из-за нежити переживать. Что такое начало? Да, нежить. Это первобытная метательница у нас погибла. Вот. Ну, зато... Толпа живых мертвецов нам присоединилась. Сделаем вид, что метательница превратилась вот в такой скелет. У мертвей, кстати. У эмпиризма. Это замечательно. Ну, да. Получается, если скелетов убиваешь, то тоже можно их поднять в форме скелетов. Они все умертвы, да? Да, они все умертвы. Они все будут хилиться при ударах. Ну, слушайте, это очень здорово. Это действительно очень классный перк у этих товарищей. Отхил при ударах. Это здорово. Так. Верующий у нас повысился. Командир, вдохновляющий восстановление, ледяное оружие, предводитель нежития. Вязь с духом мамонта, да не факт, что будем мы постоянно в снегах сражаться. Ну, ему даже можно, опытного командира, наверное, пока что взять. Потом сбросим. В том плане, что у него много. А ну, вот этих собачек сейчас выведем. Вот это нежити всякое много. Она перватировая, хотя 40 опыта, 20 ходов ждать, ну, не знаю. Наверное, наверное, лучше нет. Тренировка силы. Опять же таки, 10% за предводитель нежити, 10% за тренировку силы. И вот уже мелкая нежить как-то и нормально бьет. Да, давайте я тренировку силы возьму. Ну, и на следующий ход, как мы перегруппируемся, наверное. Можно даже вот сейчас вот так вот сделать. В принципе, можно всех вообще собак отсюда вывести и нежить завести. Даже вот так вот сделаем. Так, так, и вот так. И получается, еще здесь один у нас стэк нежити. Да, слушайте. Хотя нет, пока еще не целый стэк. Одного не хватает. Товарища. До целого стэка. Разведчик. Тут можно, наверное, начать уже даже копать. Я не знаю, стоит ли мне здесь город ставить еще один. Я, наверное, знаете, что сейчас делаю? Я прокачаю раскопки. Сколько они стоят? 125. На следующий ход можно будет прокопать. Прокачать. То есть я здесь вот это все пораскапываю. Если здесь что-то будет интересное, ну, имеет смысл, наверное, ставить город. Если ничего не будет интересного, то я просто форпостами здесь все позахватываю, что мне нужно. И все. Так, ты, жди пока. Разведчик тоже пока, жди. Так, здесь нас есть не стали. Пошли в глубину. Что такое? Ты просто... А, это просто защитник летает. Ну, окей. Защитник бандитского логова летает. Да, и смотрите, за один ход можно нормально так душу потратить. А, как-то не хватает. Вот же, у меня еще два мага. Не, нормально, все там с нежитью. Подземная армия у меня такая. Чисто из неживых состоит. Поднятие нежития. Ну, надо туда отправить, некроманты. Вас провозгласили другом. Суру. А давайте тоже дружбу провозглашу. Вот даже сто золота вообще не жалко ради. Дружбы с самим Сауроном, а? Десять золота я буду в ход тратить. Не жалко. Прямо дружище. Не жалко. Угроза. Никакая тебе не угроза. Черт, он седьмой по силе. Ну, так себе дружба, ну окей. Так, новый навык. Доступен, значит, что такое? Зывание города дает кучу маны и знаний. Пока не интересно. Я хочу раскопки. Чтобы немножко под землей покопать. Так, золото, правда, я потратил на дружбу с уроном. А теперь строить не на что. Но обелиск маны. Обелиск маны нужен. Мана нужна. У меня плюс 60. Доход всего. Поэтому делаем. Так, ледяные стрелы готовы. Выбираем новое исследование. Вот. Новое исследование. Давайте смотреть. Книга душ, книга предвестника рока или книга волшебных туманов. Давайте сначала мы в тени посмотрим, нужно ли мне что-то прямо здесь критическое. Призыв банши. Банши прикольная. Призыв порочной души. Пленение души. Боевые маги. Маги и воины поддержки. С базовой вероятностью 90. Применяют с базовыми атаками эффект пленённая душа, позволяющий получить больше душ от погибшего врага. И больше урона по пленённым душам. Это надо. Применяют срочный воин врач одном клетке, получая дополнительные силы, плюс 20 к запасу здоровья и избавляют со всех отрицательно. Круто. Костяной кошмар. Хорошо. После убийства воина ранга 3-4, не принадлежащего ни к одному народу, позволяет потратить душ на создание костяного кошмара. Остановление армии нежити. Это очень полезная для меня книга. Так, ну здесь жестокое оружие, которое всё боевой дух роняет. И похититель радости. Ну похититель радости это так здорово. То есть вот похититель радости и жестокое оружие это классный комбат. То есть биваешь мораль врагу, а потом его убиваешь. С другой стороны, как правило, когда у врага мораль невысокая, уже всё решено. Но, блин. Классно это тоже. Гибельная пасть вот ещё есть. Но это ниже нейтрального мировоззрения. У меня пока такого нету. Книга 2 из 4. Ну знаете, мы как вообще можем сделать? Мы можем... Нам, чтобы третью книгу открыть, всё равно надо ещё две книги изучить. Мы можем книгу предвестника Рока просто пропустить. Но без баньши как-нибудь проживём. Без вот похитителя радости и жестокого оружия, ну наверное, тоже проживём. Книга душ нужна. А, книга душа тут прям некромантия-некромантия. Да, давайте, наверное, я всё-таки сначала её изучу, а потом мы с вами... А хотя подождите, с другой стороны, если я сейчас астрал и природу возьму, у меня начнёт астрал потихоньку капать. Тогда... Стойте, давайте мы ещё посмотрим астрал. Книгу волшебных туманов. Призыв туманника, ну понятно. Юнит третьего тира, неплохой, кстати. Получать благословение феи, воинам поддержки. Восстанавливать здоровье, приблипчивый туман. Получает случайный положительный эффект. Ну пробав, неплохой. Дружки и воины получают случайно. Какие я сказал друж... Дружественные воины. Получают случайно выбранный эффект положительный. Касание фей. Это незначительная трансформация. Коварство фей. Если в конце своего хода воин частично скрыт или находятся в облаке тумана, он получает случайно выбранный положительный эффект. Тоже интересно. Выбранная провинция на три хода получает эффект туманы. Род фей. Бафается от лесопилок. Провинция владения хэтов города получает эффект туманы. Благословение феи. Пробав. Слушайте, интересно на самом деле. Ладно. Давайте сначала я все-таки некромантию прокачаю. А следующей книгой возьму. Я предвестник рока просто пропущу. Туманы возьму. Ну просто если я сейчас возьму туманы, у меня в итоге какое-то распыление произойдет. Я и некромантию толком не вкачал. И тут толком не вкачаю. Переполнение души, оживление. Кошмара и пленители души. Давайте сначала кошмар возьму. Достаточно часто мы с такими юнитами сражаемся с нейтралами. Поэтому кошмарчики нужны. Дейрин побежали. Видите, если бежать без наших тормозов, то насколько я быстрее прохожу это расстояние. Слушайте, а может быть... У меня будет сила, если я пойду в бестоповых своих юнитов. 119. А, я все равно не добегаю. Да, я не добегаю. Ладно. Чуть-чуть поближе подойдем. Так, разве... Ой-ой-ой, 815 силы здесь. А у нас... У нас больше, конечно. Не особо больше. У нас, конечно, куча этого мяса, просто миллиарды. Кушать о копать. Здесь много есть чего. Ладно, копаем тогда. В любом случае, мы не добегаем. Поэтому... Идем, так сказать, пешочком. Ну, чуть побольше у нас силы. Конечно, это опять будет... Обычно я люблю воевать. Качество против количества. Здесь ситуация другая. Здесь получается, что нас гораздо больше, чем противника. По числу. А при этом посилит и он сильнее. Так, ладно, некромант. Я все-таки в эту армию передам. Ну, здесь и усиление нежити. И поднятие нежити. То есть, можно воскресить еще, ребят. Ну, здесь, конечно, тоже еще можно заменять. Так, разведчица. Полява. Такого. Нейтральный город, кстати. Ой, меня сейчас убьют здесь. Так, нежить, 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 нежить. Да, тоже спускайся под землю. Так, вот ты, дружище, куда? Ты, дружище, сюда. Сейчас здесь как-нибудь будем уйти второй отряд. Тоже сюда присоединяйся. Твои силы обитают. Это классно. Ты тоже здесь обитаешь. Это тоже классно. Так, по времени. Серия сегодня будет чуть-чуть покороче. Мне по-хорошему сегодня нужно успеть записать две серии. Поэтому, прошу меня простить, но серии будет, серии будет немножко покороче, но их будет две. Да. Стерял, к сожалению, разведчика. Здесь просто смертоубийственное какое-то птичьи логово. Совершают набег. Переговоры прошли успешно. Да, мы чуть обогнали нашего союзничка раньше. Но он, опять же таки, может заплатить, так же, как и мы. Поэтому нельзя расслабляться. Так, очки набора немножко увеличились у нас. За счет вот этих ребят. А сейчас покорный вассал. Да, три. При сборе сеньоров. В Аксенград же ничего мне сейчас не дает. Да, договор сотрудничества ничего не дает. Куча построек. А империю не одолеть. Плюшкин, да ты на самом деле особо не расстраивайся. Я ведь сам редко на кого первым нападаю. Поэтому ты пока можешь особо не переживать. Лепы, камеры. Ну, рынок можно поставить. Золото всегда полезно. Ну, здесь уже денег не хватает. Ну, да. Это следующий радиус. Большой я молодец. Я почему-то думал, что вот эта область это одна. Но это же... Вот он, первый радиус. Это второй. Можно, конечно, лесотражение раньше захватить. Чем лежбище встанет в 10 жителей. Правда, домики не очень хорошие. Давайте, наверное, я пока просто науку поставлю. 151 наука у нас. Здесь что? Точник маны. Болотая жила. Халява. Так, три области раскопали. Ну, такие вот эти области вкусные, подземные. Это просто очуметь можно. Ну, как здесь вот город не ставить? Ну, как? Здесь и жемчужный риф, он есть. И здесь на чем-нибудь... Хотя нет, здесь наземный город это раскопает. Вот, прям халява. Хотя, это костяные. Давай, это костяные виверные. Они так часто встречаются. Фурия. Фурия, фурия. Так, ладно. Так ты, халяву. Одеяние сопротивления. Неплохое, кстати, пока что. Давайте я даже его одену. На Дейрин. Бегает с голым прессом. Конечно, понимаю, что... Многим это может понравиться, но холодновато. Несмотря на шерстку. Здесь. Давайте вот этот бой с вами проведем. И... Там какую-нибудь нам награду еще дадут. Да, слушайте, здесь много кандидатов для армии нежития. Возможно, еще денег дадут, мы что-нибудь построим. Так, источник маны. Раскопки завершены. Требуются указания. Ну, окей, это все пока оставляем. Влетаем в лес отражений. Даже разговаривать с нами не стал. Ну, ладно. Ну, нас здесь сильно больше. Но раз уж это такой полусюжетный бой, давайте проведем его. Ну, не то, что полусюжетный по заданию. Дейрин острый клык. Так, здесь поглотить растительность. Безрассудный гнев. Ну, безрассудный гнев, кстати, с двуручным мечом, наверное, еще интереснее смотрится. Ну, да ладно. Так, здесь забавка им друг дружку. Чтобы на следующий ход мамонтенок побежал. Может, побежит? Или пока не побежит? Да, наверное, побежит. Чего ждать? Как раз сейчас с разбежки влетит в этих ребят. Да. Дейрин Элема призывай. Огненного. Поджечь. Повзял, да поджел. Почему нет? Догорят. Здесь добегут до рукопашников наших. Так, а вы стрелки? Давайте, наверное, еще одного Мэйни вызову. Если есть возможность призывать мамонта, почему же его не призывать? Так, здесь не добегайте. Давайте, чуть-чуть вышницами отойду. Конечно, влетаем, но я подожду, наверное, еще ход. Посмотрим, как они по мамонтету нашим разбегутся. Да, они, получается, разделились на двух мамонтов. Одного причем почти убили. Или почти... Или до убили. Ну, ладно. Один Мэйни упал. Так, а здесь получится убить? Убуждение к действию. Если получится, будет хорошо. Да, получится. Отлично. Дейрин. Гритуй. Эх. Не получилось. Это каким же препятствием ты скрыт, дружище? Это высокая трава стоит или что? Ладно, добили. Так, здесь не добегает этот товарищ. Этот товарищ, кстати, добегает. Этот товарищ только до мамонта добегает. От дальних атак никаких у нас здесь нет. Ладно, я, наверное, тогда вот так встану. И немножко захилила всех. Лучников пока сюда отведу. Так же не добегают, не добегают. В защиту. Так, у нас тут еще первобытные сорвиголовы. Кстати, неплохой урон наносит. Ну да. Решили добить второго мамонта. Ну это правильно, с одной стороны. Смельчак отделился. Вот его-то, наверное, мы сечем сейчас. Ой, безрассудный гнев. Ну, неприятно, конечно, что всей толпы пришлось убивать. Что поделать? Промы-хим. Так, тут тоже критануло. На 20 у нас. Да, на 36. Так, у тебя... Так, а что такое мощное рассечение? Ну, мощное-то оно, конечно, мощное, но целый ход нужно, чтобы так рассечь. Поэтому, вроде как, не страшно для нас. Так, кучница, ты давай сюда и плюнь немножко. В магов побежишь? Похоже на то. Он что-то вообще никуда не побежал. Немножко странно. О, еще и заморозили. Ну, красота. Так, 8 душ получили, опыт получили. Он, кстати, в копейщика превратился. Рожденный для битвы. Ну, я думаю, что всех опять воскрешаю. Еще 5 воинов. Ну, это обалдеть просто. Петерпев поражение, рожденный для битвы замертво падает на землю, но затем вновь поднимается. Ревущие фантазмы войны исчезают. Наконец, нашелся достойный соперник, заявляет Серебряный Рыцарь. Я приветствую тебя. О твоей сегодняшней победе сложат немало песен. Рожденный для войны морщится. Но предупреждаю, однажды мне будет дозволено вернуться, и тогда я буду искать возмездия. Серебряный Рыцарь стискивает рукоять меча. А сейчас я должен покинуть этот мир. Ты можешь взять себе на память что-то из моего вооружения. 146 авторитета. Блин, эта победа принесет славу Империи. Прежде чем Серебряный Рыцарь взрывается, отправляется к звездам, вы успеваете забрать его. Шлем Воителя. Хорошо. Клеймер Христоносца. Неинтересно. Кольчугу Сикача. Неплохо. Сапоги Свободы. Блин. 48 очков передвижения. Еще и в бою не замедляется. Для двуручного меча это хорошо. Шлем Воителя для двуручного меча это тоже хорошо. Да и Кольчуга Сикача хорошо. Еще Игольчатая Шкура в ответ будет кого-нибудь бить. Хотя только одна защита, не так много. Я думаю, что броню я себе все-таки из ветки материи достану. Сапоги Свободы. Но сапоги на самом деле классные. А без движения на нас не будет действовать. Нет, давайте я шлем Воителя возьму. Буду больше урона наносить. Лес отражений, кстати. Тоже можно будет зачистить. Ну да, чуть побольше теперь мы урона наносим. Отлично. Ладно, ребятам, давайте на этом моменте мы с вами и закончим. Следующая серия куча у нас здесь дела. И лес отражений надо захватывать. И вот этих вот великанов надо бить. И что тут у нас еще? Мародеры какие-то стоят с пауканами. Ух, прям куча-куча всего. Но сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok